Привет, друзья! Нина Шацкая – советская и российская певица, чей голос завораживает ценителей джаза и романса по всему миру. Её цикл «Баллад колдунья», приуроченный к 120-летнему юбилею Анны Ахматовой, нашёл отклик в сердцах миллионов людей. Выпустила 10 музыкальных студийных альбомов. Голос романса на проекте Первого канала «Голос-6». Автор книги «Жажда жизни» удостоена звания заслуженной артистки России. Нина родилась весной 1966 года в музыкальной семье Аркадия Шацкого и Татьяны Бондаровской из города Рыбинска-Ярославской области. Папа руководил и дирижировал эстрадным оркестром «Радуга», известным приверженцем джаза во всей стране. Мама заведовала одним из лучших в Советском Союзе дворцом культуры, в который приезжали на народные университеты известные режиссёры и популярные актёры, искусствоведы Эрмитажа и Третьяковской галереи. С ранних лет Ниночка имела возможность видеть и общаться с людьми, которых называли цветом творческой интеллигенции. Родители учили девочку жить с пониманием ответственности за свои поступки и слова, быть внимательной к окружающему миру. Талант Нины проявил себя рано, её отдали в музыкальную школу, где она постигала азы игры на фортепиано и занималась вокалом. В хоре мальчиков не хватало альтов, и девочку определили туда. Папа строго следил за спортивной формой дочери, даже не разрешал ей заниматься любимым рукоделием, тревожась, что Нина может поправиться из-за малоподвижного образа жизни. По воспоминаниям певицы, именно благодаря отцу она сумела сбросить набранные во время учёбы на первом курсе 30 килограммов. Именно папе Нина могла доверить свои девичьи секреты, говорить с ним обо всём на свете. Сексуального просвещения подростков в СССР не было, но отец Нины, очень деликатно, чтобы не потревожить девичью скромность, объяснял ей, 16-летний, что такое личное отношение между мужчиной и женщиной, насколько важна для сохранения семьи, интимная сторона жизни. Важность этого разговора на катере, когда они вдвоём отправились на прогулку, Нина поняла, когда в её жизни появился первый мужчина. В школе же штудировала общеобразовательную программу, мечтая о том времени, когда сможет заняться только пением. Но до того момента, как девушка попала в студию Ленинградского мюзик-холла, она по совету мамы поступила в Ленинградский университет профсоюзов, чтобы получить специальность управленца. Заканчивая учёбу, Шацкая уже понимала, что не сможет работать по специальности и стала учиться на вокальном отделении студии. Почему её отчислили после первого курса вокального отделения, артистка не распространялась, а после консультации у известного концертмейстера начала принимать участие в конкурсах и поступила на работу в Ленконцерт. Появились первые записи на телевидении и радио. По совету отца Нина переехала в Москву и устроилась в Варите гостиницы Интурист на Тверской улице. Параллельно занималась вокалом у профессора Натальи Андриановой, преподавателя легендарной Гнесинки. В итоге Шацкая окончательно поняла, что хочет петь романсы и джаз. В театре эстрады состоялся её первый концерт с такой программой, имевший огромный успех. Её необычные трактовки привычных слуху произведений стали называть новаторскими, но певица с присущей ей скромностью говорила в интервью, в этом я не совсем первопроходец. Наша знаменитая цыганская исполнительница Валентина Пономарёва с успехом поёт и русские романсы, и авангардный фри-джаз. Другое дело, что она никогда не смешивала эти жанры. Что касается меня, то я выросла в семье джазового музыканта, впитала в себя эту музыку, и невольно джазовые интонации пробивались у меня, когда я стала петь романсы. В 90-е годы Шацкая переехала из Москвы в Италию. Серия чёрно-белых фото, появившаяся в одном из модных журналов, привела к слухам, что певица переквалифицировалась в модели. На самом деле Нина никогда не работала в модельном бизнесе, такой презент ей сделал итальянский фотограф Франко Витали, с которым она в то время встречалась. Шацкая занималась любимым делом – пением, создавала и шлифовала репертуар. Её сольные проекты «Игра любви», «Осенний триптих», «Музыка любви» от романса до джаза и другие увидели не только в России, но и в других странах. Впервые влюбившись в 17 лет, Нина не торопилась выходить замуж, хотя предложение руки и сердца получила. Избранник, по её словам, не дотягивал до масштаба личности её отца, с которым она подсознательно сравнивала всех своих мужчин. Бурный роман с Франко Витали начался у Шацкой во время его работы в составе съёмочной группы Сергея Бондарчука, снимавшего «Тихий дон». Знаменитый фотограф, гораздо старше Нины, был настроен на создание семьи, приезжал к её родителям, чтобы по всем правилам просить её руки. Получив согласие, Франко уехал в Италию на рождественские каникулы, а его невеста страстно влюбилась в другого. Свадьба расстроилась, отношения закончились. Певица признавалась позже, что понимала, у неё никогда не было стремления непременно выйти замуж, в отличие от мужчин, делавших ей предложения о создании семьи. Временный брак, а внутренним чутьём артистка понимала, что не сможет с тем или иным воздыхателем прожить всю жизнь. Её не устраивал, поэтому она не видела смысла идти в ЗАГС. Длительное время Шацкая отшучивалась от вопросов о личной жизни, отвечая, что у неё роман с музыкой. Но когда ей исполнилось 52 года, Нина встретила своего человека, за которого вышла замуж. С Павлом Гусевым, медиамагнатом, владельцем холдинга «Московский комсомолец», она встретилась на юбилее программы Алексея Пушкова. Когда певица запела романс на стихи Марины Цветаевой, увидела устремлённые на неё глаза Павла, полные слёз, что очень поразило её. Ведь Гусев слыл человеком жёстким, властным, лишённым романтизма. К тому же находился в процессе развода с предыдущей женой Евгенией Ефимовой. Но когда мужчина спросил, выйдет ли она за него замуж, Нина поняла, что впервые хочет ответить «да». Расписались Шацкая и Гусев в апреле 2019 года, за неделю до её 53-летия. Нина смеётся, что её подружки упрекают в том, что пара зажала свадьбу. Но она сама была счастлива, что обошлось без церемоний, на которых она столько раз сама выступала. К тому же в их семье это уже было традицией. Без торжественной свадьбы вышла замуж её мама, женился брат. Для женщины гораздо важнее была сущность отношений с избранником. В качестве свадебного путешествия молодожёны отправились в Перу, где лучшие гиды проводили для них экскурсии по всей стране. Кстати, и Нина, и Павел – большие любители путешествий, хотя и разных направлений. Шацкая объездила практически весь мир, её очаровала Африка. Гусев предпочитает рыбалку и охоту. Певица признаётся, что охота её не привлекает, но она любит фотографировать зверей, а вот на рыбалку с удовольствием отправляется вместе с мужем, поскольку с детства рыбачила с мальчишками. Иногда супруг ворчит на Нину, которая изредка ведёт себя как девчонка, надевает короткие юбки, отправляется в шумные клубы кабаре и танцует там до упаду, получая таким образом новый заряд энергии. Нина Шацкая сейчас, в 2020 году исполнительница, продолжила свою творческую деятельность, как ведущая в передаче «Романтика-романса» на канале «Культура», а также продолжила цикл музыкальных постановок с Ольгой Каба. Ими создан спектакль «Праздник из известных стихов и песен». Работает артистка и над другим проектом, которому, по её словам, она шла три года. Был такой аргентинский композитор Астер Пицола, который посвящал баллады своей музе, певице Мельве, она исполняла их на разных европейских языках. Когда мне впервые предложили спеть эти баллады, я отказалась, потому что для меня важно слово. Но потом Игорь Писарский перевёл их на русский язык и меня задело заживое. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.